Операция ликвидация и, как обычно, происходит она ночью. Тяжелая техника борется с так называемым самостроем, с киосками, которые установили незаконно. На остановке 10 микрорайон их три, среди них тонар с известной молочной продукцией. Собственников киосков о демонтаже предупредили за 10 дней, но жить по букве закона они, видимо, не захотели. Многие даже не забрали продукцию из ларьков. Роман Раскопин, который представился владельцем оборудования, скорее всего, является и собственником знаменитого молочного тонара, предполагают представители власти. Просто он не хочет признаваться в незаконной предпринимательской деятельности. Оборудование, получается, я его арендовал для того, чтобы поставить туда оборудование. Я не занимаюсь никакой торговлей, ничем. Просто там стоит мое холодильное оборудование и товар. То, что товарищи там утверждают о том, что они собственники оборудования, ну, ради бога, тогда у них должны быть претензии к собственнику объекта, который незаконно разместил его же оборудование вместе со своим объектом на городской территории, да еще и поставил под охрану частного охранного предприятия. Всего в эту ночь в Липецке демонтировали 10 киосков. На остановках 10-й микрорайон улицы Вермишево и на улице Космонавтов. Их отвезут на штрафстоянку. И если собственники все-таки объявятся, им придется заплатить около 40 тысяч рублей. Это возмещение стоимости работ эвакуатора и штраф. Анастасия Сердюкова, Михаил Жилкин, Липецкое время. Редактор субтитров А.Семкин